Время Такие времена спустились к нам из небесных хранилищ. В них каждый день может стать откровением всей прожитой жизни. Что бы я сейчас ни делал, каждый мой шаг все больше оголяет лезвие моего выбора. И мой выбор – это русский смысл. Мой выбор – это Россия. Россия сокрыта от широкой огласки и все еще малоизвестна всему миру, да и нам самим, тем, кто считает себя русскими. Мой выбор – это Россия. Россия нашего будущего, в которой сейчас со всей ненавистью глядят стволы мировых расставщиков. Человечество уже не раз выживало в глобальных, природных и социальных катаклизмах. Но мало выжить человечеству. Важно, чтобы в нем выжило человеческое. Сегодняшняя война – это не просто война за Россию. Это война за остатки человеческого на этой земле. А значит, ведется она не только автоматами, пушками и самолетами. Эта война идет каждый день в наших душах. Врагам и друзьям видны наши раны телесные. А создателям видны наши сомнения и метания душевные. Сегодня мы спасаем родную землю, язык, культуру и веру. Делаем это с оружием в руках, иногда голыми руками. Но защитив, мы не должны отдать все это на поругание врагам, вечно роящимся вокруг русского изобилия. Нам нужно научиться сохранять наш мир так, как это делали наши предки. Почему родина, язык, культура и вера еще столетия назад не были набором скучных школьных форм? Потому что они естественно и гармонично вплетались в саму жизнь, в сам быт людей. Забота о них и являлась жизненным укладом русского общества. Каждый день наши предки пеклись о земле, о ее чистоте, здоровье и плодородии. Они учились верить и укреплять свою веру, строили церкви, хранили чистоту и правдивость внутри себя и в отношениях с близкими. Они бережно относились к русскому языку, фактически поклоняясь ему, как к сокровищнице божественных знаний. Холили и лелеяли свою культуру, свои песни и танцы, своих мастеров, изобретателей, своих учителей и мудрецов. Они любили и почитали гостей, но никогда не ставили их выше самих себя. Это были наши предки. Это были мы. Когда мы потеряли свой жизненный уклад, враг легко проник на наши земли, разорил нашу культуру и оболгал нашу веру. Враг и по сей день продолжает подсовывать нам свои выдумки и мифы взамен нашей настоящей и великой истории. Враг навязывает нам свой губительный для русских жизненный уклад. Уклад, в котором правят спекулянты, ростовщики, мошенники, лгуны и клятва преступники. Уклад, в котором простые люди отдают свои силы, знания и умения не своим семьям, а корпорациям с невидимыми и таинственными хозяевами. Враг отнимает у нас наше утро, день, вечер и ночь и подсовывает свои напичканные ложью развратом наркотиками, в лучшем случае тяжелым и беспросветным трудом на банкиров. Враг заставляет нас поклоняться не чести, правде и Богу, а хитрости, изворотливости и деньгам. И только если мы безропотно соглашаемся на эту подмену, враг милостиво оставляет нас в живых и просто наблюдает, как мы день за днем стираемся в своей собственной памяти. Сегодня война идет не только на полях и в городах Новой России. Сегодня война идет в нашей памяти, в наших сердцах, истосковавшихся по правде. И сегодня нам так нужно вспомнить, кто мы и откуда мы. Возможно, это наш последний шанс. Шанс остановить надвигающуюся тьму и беспамятство. Каждое утро, когда наступает рассвет, я просыпаюсь и говорю себе, я родился, чтобы победить в этой войне. Войне за человеческое внутри меня. Я выбираю справедливость русского сердца. Я выбираю память великого русского народа. Сегодня, спустя века, я снова становлюсь русским. Да воскреснет Бог. Да воскреснет Бог, и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь.